Национальный день печати имеет историческое и духовное значение, поскольку периодические издания и в современном информационном пространстве играют очень важную роль. Карл Гашмина Якова рассказывает подробнее. Перенос даты с 10 мая на 2 февраля связан с тем, что в этот день в 1913 году увидел свет первый номер общественно-политической и литературной газеты «Казах». Сегодня ее называют родоначальницей демократической прессы Казахстана. Ахмед Байтурсенов решил создать газету без материальных средств, по сути дела, без технической помощи. Ему помогала жена Александра Ивановна, названная им Бадрисофой, вот имя дал такое, и приемная дочка-отец. Газета «Казах» печаталась в Оренбурге в период с 1913 по 1918 годы. За 5 лет было издано 265 номеров. Распространялась она по всей территории Казахстана. Ее получали и читали в Москве, в Петербурге. Есть сведения, что газета доходила в Китай и в Турцию. Для 5-миллионного населения казахов это было революционным событием. Ахмед Байтурсенов ведь привлек выдающихся людей, которые сейчас мы называем тоже духовными лидерами. Я могу назвать там Мустафу Чухая, Шакарим, Маржах Абдуллатов, очень много таких комментариев, Жаханша Дос Магамбетов. Одним из выдающихся публицистов он сразу привлек Алихана Бухиханова. Вот представьте, 5 лет газета выходила еженедельно. Некоторые номера газеты доходили до 8 тысяч. Это большой тираж. От 3 до 8 тысяч. В первых номерах газеты «Хазах» поднимались вопросы земельного надела, развития судебной реформы. Были публикации о проблемах и притеснении народа со стороны царских властей. Печатались воззвания интеллигенции к обществу, а также рубрики для приобщения к мировой культуре. Это была газета «Лучом света для народа», первая демократическая газета. Не случайно Ахмед Байтурсынов ее назвал так. Она должна была стать глазами, ушами и языком народа. Мухтар Ауэза в период выхода газеты с 1913 по 1918 годы назвал эпохой газеты «Казак», ренессансом общественного сознания и пробуждения. Матер казахстанской журналистики профессор Санбай Кузыбаев считает, что те традиции, которые сейчас существуют в демократической публицистике, это продолжение тех основ, которые были заложены 2 февраля 1913 года. То, что 2 февраля, ну как бы, общественность еще не полностью знает. Привыкать надо, как бы, первый раз будем отмечать их, как День национальной печати. А есть еще День журналистов, как бы, да. Поэтому надо это все, ну, различать, это и так далее. Я думаю, что это очень своевременный и сэкономерный процесс. Последний номер газеты «Казах» 265-й вышел в январе 1918 года. Спустя 88 лет известный казахстанский писатель Курабай Сашсикеев решил продолжить дело казахской интеллигенции того времени. В 2006 году вышел 266-й номер. Газета издается и по сей день. Сегодня она содержится за счет народных пожертвований и меценатов. Карлыгаш Минаек, Васултан Бесикенов, Радик Джекупов, 24КЗ, Алматы.